Добрый день, уважаемые члены президиума, добрый день, уважаемые коллеги. Опухоли поджелудочной железы, по данным российских онкологов, занимают лидирующие позиции. В чем же причина несвоевременной диагностики, а причин много? Много причин. Продолжение следует... Причин на своевременной диагностики очень много. Это быстрое распространение, быстрое прогрессирование опухоли, бессимптомное течение опухоли. Это отсутствие скрининговых программ и отсутствие стандартных алгоритмов диагностики. В условиях нашего института мы используем сканирование при патологии поджелудочной железы, опираясь на рекомендации общества НССН. Диагностика аденокарцином поджелудочной железы. Согласно этим рекомендациям, используют спиральный компьютерный томограф 64-срезовый и более. Использование тонких срезов с минимальным межсрезовым интервалом. Использование внутривенного болюсного контрастного усиления. Иод-содержащими контрастными препаратами в расчетной дозе 1,5 мл на кг массы тела. Это обязательно пероральное контрастирование. Оптимальная скорость введения контрастного препарата 3-5 мл в секунду. Использование артериальной фазы, паренхематозной фазы, портальной фазы. Положение пациента на спине, руки за головой. Сканограмма размечается чуть выше диафрагмы верхней ее отделы. И низ сканограммы достигает верхушки мочевого пузыря. Выставляется болюс-трекер на брюшное отдело орты. Выполняется разметка артериальной фазы, паренхематозной фазы и портальной фазы. Использование поджелудочной железы выполняется в рамках исследования органов брюшной полости. Отсюда эти фазы объяснимы. Почему мы рекомендуем в рекомендациях указано обязательное внутривенное контрастирование? Получая бесконтрастное исследование, мы с трудом дифференцируем опухоль. С трудом дифференцируем вовлечение сосудистого русла. Толщина срезов, почему должно быть 1-2 мм и минимальное пошаговое расстояние, минимальный пошаговый интервал. При 3D-реконструкции мы получаем картинку очень плохого качества, на которой, к сожалению, сложно дифференцировать и разобрать вовлечение сосудистых структур, вовлечение соседних органов в опухолевый процесс. Артериальная фаза. Какие же цели преследуем? Это оценить анатомию целиаком из антериального бассейна с последующей 3D-реконструкцией артерии, оценить вовлечение артерии в опухолевый процесс и, безусловно, это визуализация нейроэндокринных опухолей. Артериальная фаза сканирования. Хорошее контрастирование крупных сосудов, аорты, более мелких сосудов и еще более мелких сосудов. Самая распространенная классификация сосудов целиаком из антериального бассейна – это классификация по МИЧЕЛС. В своем протоколе мы ее указываем. Классификация позволяет хирургам предотвратить какие-то критические ситуации во время оперативного вмешательства. Девять основных типов. Безусловно, встречаются неклассифицируемые типы. Третий тип по МИЧЕЛС. Замещающая правая печеночная артерия отходит от верхней брюжеечной артерии. Неклассифицируемый тип. От левой желудочной артерии отходит добавочная левая печеночная артерия. И правая желудочная артерия. Согласно рекомендациям НССН, в артериальную фазу мы оцениваем вовлечение артерии в опухолевый процесс. Анализируем вовлечение с верхней брюжеечной артерии. Контакт с опухолью менее 180 градусов, более 180 градусов. Контакт с окружающей инфильтрированной клетчаткой. Локальное сужение сосуда, неровность контуров. И распространение на нижнюю панкреатодуадональную артерию. Далее анализируем контакт с черевным стволом. Также угол контакта с опухолевыми массами. Угол контакта с окружающей инфильтрированной клетчаткой. Локальное сужение сосуда, неровность его контура. Контакт с общей печеночной артерией. Угол контакта с опухолевыми массами, с инфильтрированной клетчаткой. Локальное сужение сосуда, неровность контура. Распространение на черевный ствол, на область деления право-лево печеночных артерий. Также важна артериальная анатомия, которую я уже говорила. Если она имеется, то указать, какие сосуды вариантные имеются. Контакт с вариантными сосудами, контакт с опухолевыми массами. Локальное сужение сосуда или неровность контура. Для чего нужны нам все эти подпункты? В дальнейшем будут складываться критерии резидиктабельных и нерезидиктабельных опухолей поджелудочной железы. Как я говорила, в артериальную фазу визуализируются нейроэндокринные опухоли, ограниченные паренхемой поджелудочной железы и с регионарными лимфоузлами в окружающей клетчатке. Цель паренхематозной фазы, безусловно, это морфологический вид опухоли. И высший пилотаж для рентгенолога – это указать гистологический тип опухоли. В паренхематозную фазу сканирования происходит контрастное усиление паренхемы поджелудочной железы, в то время как гиподенсная аденокарцинома отличается от здоровой ткани органа. Я напомню гистологическую классификацию опухолей согласно Всемирной организации здравоохранения за 2010 год. Опухоли поджелудочной железы бывают эпителиальные и неэпителиальные. Эпителиальные опухоли доброкачественные, предопухолевые поражения и злокачественные опухоли. Среди доброкачественных самая распространенная серозная цистоденома, которую рентгенологически можно дифференцировать IPMN, муцинозно-кистозная неэплазия и серия злокачественных опухолей, самая распространенная дуктальная аденокарцинома, которую рентгенологически также можно дифференцировать солидно-псевдопопулярная опухоль, очень интересные опухоли. Гистологические типы можно подтвердить также на компьютерной томографии. Неэпителиальные опухоли, неэрендокринные опухоли. Для них есть отдельная гистологическая классификация пересмотра 2017 года. Лимфомы, зрелые тератомы, мезенхимальные опухоли и метастатические поражения поджелудочной железы. Морфологические характеристики опухоли. Вид гиподенсные, изоденсные, гиперденсные, размеры опухоли, если это возможно измерить. Локализация. В критериях НССН принципиально голова и крючковидный отросток справа от верхней брюжеечной вены и тело и хвост слева от верхней брюжеечной вены. Такой топографический ориентир. Состояние панкреатического протока и билярного дерева. Немножко отойдем от дуктальной аденокарциномы. Сирозная цистоденома. Типичная картина. Центральный рубец. IPMN выделяют главного панкреатического протока и добавочного панкреатического протока. IPMN главного протока. Четко прослеживается связь с протоком. И IPMN добавочного протока. Также четко прослеживается связь с добавочным панкреатическим протоком. Солидно-псевдопопулярная неоплазия. Очень редкая опухоль. Преимущественная локализация в хвосте железы. Характерно гемангиомное накопление контрастного препарата. Характерно чаще страдают женщины в возрасте 30 лет. Портальная фаза. Цели. Визуализация паренхемы печени. Оценить вовлечение притоков воротной вены в опухолевый процесс. Оценить структуру лимфатических узлов. Распространенность процесса. Наличие перитониальных имплантов. Портальная фаза. Гиподенсные паренхеми. Очаги метастатические в печени. И достаточно распространенная опухоль поджелудочной железы, вовлекающая чревный ствол. Крупные ветви системы воротной вены. В портальную фазу также оценивается контакт с воротной веной. Все по аналогии с артериями. Контур с верхней брыжечной веной. Обязательно наличие венозных тромбов, где они локализуются, их протяженность. И сеть сформированных венозных коллатералей. Описывая заключение, сформируя наше заключение, мы должны понимать, для кого мы формируем. И из нашего понимания складывается наше описание. Для чего нам нужно знать сосуды, протяженность этих тромбов. Наверное, для того, чтобы хирурги смогли восстановить этот сосуд. Экстрапанкреатическое распространение. Очаговое поражение печени. Карциноматоз, брюшины, асциты, лимфоузлы. И прочее экстрапанкреатическое распространение. Это инвазия в окружающие, прилежащие структуры. В условиях нашего института используется классификация лимфатических узлов. Японская классификация. Она также используется для рака желудка. И вот лимфатические узлы, которые используются при стадировании опухоли поджелудочной железы, указаны в таблице. Для чего нам нужно было оценивать все сосудистые структуры, экстрапанкреатическое распространение? Конечная цель нашего описания – это оценка резектабельности опухоли рака поджелудочной железы. Нужно помнить для себя, что любой отдаленный метастаз, включая нерегионарные лимфатические узлы, переводит случаи в нерезектабельные. Независимо от того, насколько вовлечены сосуды, какие сосуды вовлечены. Я думаю, что более подробно на этом слайде становится следующий докладчик, однако все-таки проговорю. Резектабельные случаи опухоли поджелудочной железы, артерии, отсутствие контакта с крупными артериями целиакомизонтериального бассейна. Вены не деформированы, контур вен наружный не деформирован. Допускается контакт с воротной веной менее 180 градусов без деформации контура вен. И здесь очень интересные моменты. Резектабельные, условно-резектабельные. В этом пункте, относительно вен, не должно быть никакой деформации контура. Когда условно-резектабельные, если есть деформация контура вены. Очень тонкая грань, которую нужно обязательно учитывать. Условно-резектабельные опухоли поджелудочной железы для головки и крючковидного отростка. Контакт с общепеченочной веной, чревным столбалом и бифуркацией. Печеночная артерия интактна для возможной дальнейшей реконструкции и резекции этих артерий. Контакт с верхней брюжеечной артерией менее 180 градусов. Но всегда нужно помнить о вариантных сосудистых сосудах, о вариантных артериальных сосудах, как это критические моменты в планировании оперативного вмешательства хирурга. Тело и хвост. Контакт с чревным стволом менее 180 градусов или равно с чревным стволом более 180 градусов. В том случае аорта и гастродуоденальная артерия интактны. И нерезектабельные случаи. Головка и крючковидный отросток. Контакт с верхней брюжеечной артерией, чревным стволом более 180 градусов. И контакт с первой ветвью верхней брюжеечной артерии имеется. для тела и хвоста с верхней брыжечной артерией черемным стволом и с черемным стволом и аортой. И нерезиктабельные опухоли относительно вен, окклюзия верхней брыжечной вены, воротной вены без возможности дальнейшей реконструкции. То есть мы не можем выделить проксимальные и свободные дистальные границы сосудов. И головка крючковидный отросток – это контакт с первой юнальной веной. Клинических случаев я не представлю, но это как резюмирующее изображение. Резиктабельная опухоль в поджелудочной железе. Первый случай – опухоль ограничена пароэнхемой поджелудочной железы, нет инвазии в крупные сосуды, нет выхода за пределы органа. На участке 10 на 12 мм опухоль тесно прилежит к верхней брыжечной вене, но без признаков инвазии имеется жировая прослойка между сосудом и опухолью. Погранично-резиктабельные опухоли поджелудочной железы. Верхняя брыжечная артерия имеется деформация контура наружного сосуда. Верхняя брыжечная артерия на 1,4 диаметра прилежит к опухоли. Также деформация контура. Верхняя брыжечная вена каудальная порта мезентериального сегмента также прилежит к опухоли и вовлечении ствола генли. Нерезиктабельные опухоли, муфтообразная инфильтрация верхней брыжечной артерии до основания второй ювенальной артерии и вовлечение порта мезентериального сегмента воротной вены, верхней брыжечной вены с признаками циркулярного роста опухоли вокруг сосудов. Резюмируя, в критериях НССН предлагается следующая таблица, из которой складываются основные задачи врача-рентгенолога, врача-компьютерной томографии. Что нам нужно дать в нашем описании? Обязательная локализация опухоли, обязательная морфологическая характеристика опухоли. Никто не будет нас ругать, если мы предположим гистологический тип опухоли, который важен для планирования хирургического вмешательства, для возможного дальнейшего лечения, для верификации опухоли. Безусловно, размер опухоли, контакт с сосудами, если он имеется, то перечислить сосуды, если не имеется, то ничего в этом пункте не указываем. И метастатическое поражение. Лимфоузлы, регионарные, отдаленные, карциноматоз брюшин, если имеется. Все, что я сказала. И обязательно указывать анатомию целикомизиториального бассейна. Вы можете не указывать тип по МИЧИО. Возможно, не каждый хирург помнит этот тип. Важно указывать типичные анатомии или нетипичные. Если нетипичные, то указывать артериальные стволы. Спасибо за внимание. Яна Александровна, спасибо за чудесное, такое конкретное и очень информативное сообщение. Глубоко уважаемые коллеги, кому угодно задать вопросы. У нас есть время на дискуссию, мы идем в хорошем графике. Вопросов не может не быть, поскольку тема очень интересная. Пожалуйста. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Как часто вы используете МРТ как уточняющую методику для дифференциальной диагностики новообразований, допустим, размером до 3 см? О каких образованиях речь идет? О кистозных, соленых, кистозно-соленых каких? Вообще, в принципе, вы указали, например, IPMN, вы показали клинический случай. То есть, в этой ситуации вы однозначно не назначаете никакое дополнительное исследование, пишете это цистоденома, допустим, либо IPMN, и все, на этом заканчивается. Дальше клиницисту направлять пациент. Или, например, рекомендуете сделать МРТ? Яна Александровна, можно я дополню вопрос? Вопрос очень интересный. Мы ведь сегодняшнюю нашу встречу проводим на уровне экспертов. Вам эксперты докладывают. Соответственно, если бы речь шла о том, что это некий клиникодиагностический центр, который работает сам по себе и делает, то таких вопросов в аудитории не было. Это прославленное учреждение, в котором есть все возможности. Мне тогда хотелось бы, чтобы вы, отвечая на поставленный вопрос, уточнили, в принципе, как в вашем научно-исследовательском центре позиционируется место компьютерной томографии в постановке окончательного диагноза. Ну вот по позициям. Вот, скажем, жалобы, клиника биохимические, онкомаркеры, дальше, вот что на следующем месте идет. Да, применительно именно к поджелудочной железе, потому что сейчас недопустимо получать из центров, которые являются достаточно известными на слуху, заключение о том, что МР-картина псевдокисты поджелудочной железы. То есть, понимаете, это уже, ну как бы, не соответствует не то, что каким-то требованиям и гайдлайнам, это просто уже здравому смыслу не соответствует. То, что было там 10-15 лет назад допустимо и направляло на некий путь поиска, то сейчас вот мы слышим о том, что вот такие молодые и умные специалисты готовы уже морфологические обоснования подвести. И это на самом деле очень здорово. И тем не менее, вот компьютерная томография и что до нее, и что после. почему, в чем плюс компьютерной томографии? Это как бы первое звено, наверное, в диагностике опухоли поджелудочной железы. Это быстрый способ визуализации, это более дешевый способ получения изображения. Бывают случаи, когда там компьютерная томография отвечает на все вопросы, особенно, наверное, кистозных образований, бывает, мы четко видим связь с панкреатическим протоком, бывает, мы видим характерные для цистоденома кальцинаты, фиброз, центральный рубец, а бывают сложные случаи, и мы не исключаем помощи наших коллег, нам важно добиться постановки диагноза, нам важно помочь пациенту. Очень политически корректный ответ. Очень, да. Как в известном анекдоте, такой уклончивый, уклончивый, но политически корректный. Да, пожалуйста. Да. Помоги. Я, наверное, выступлю менее политически, чем Диана Александровна. Не скажу так, у нас бывают такие пациенты, которые непонятны клинически, и в рекомендациях после в консультативном заключении врача-онколога стоит выполнение компьютерной томографии. Все. То есть вот такие у нас бывают ситуации. И, в принципе, врачу-онкологу будет уже достаточно дальше как-то направить пациента на дальнейшие какие-то исследования после нашего исследования непосредственно. Вы удовлетворены? Если есть, то. Яснее. Простите, пожалуйста, вы проводите диффузию, и вообще, как она принята у вас, не принята, она является вспомогательной методикой, или вы планируете сразу, например, проведение диффузии, если у вас есть подозрения на опухоль поджелудочной шлицей. Мне бы хотелось воспользоваться помощью друга. Все-таки я специализируюсь больше в компьютерной томографии. Андрей Владимирович, наверное. Когда начальник друг, это хорошо. Конечно же, диффузионно-звешенное изображение на сегодняшний момент времени следует считать обязательной технологией в онкологической практике. И не использовать диффузионно-звешенное изображение было бы, ну, мне кажется, неразумно. Даже если вам все ясно, все предельно понятно, поставьте и потеряете несколько, ну, я не знаю, минут, две-три минуты на диффузионно-звешенное, и дополнительную информацию вы всегда получите. в отношении кистозных, солидных опухолей, распространенности процесса внутри железы. Это будет, конечно, полезно. В отношении использования можно, уже дискуссия идет, или нет? Да, да, можно, конечно. Андрей Владимирович, вам-то все можно, мы же понимаем, что у вас все, очень все демократично. В отношении использования технологии магниторизнации и томографии я с Яной Александровной и с Яной Дмитриевной соглашусь. Мы прибегаем к услугам магниторизнации и томографии тогда, когда есть запутанные и сложные случаи, когда нет четкого понимания о процессе, который у нас в этой ситуации клинической. Тогда мы какую-то дополнительную информацию чисто и теоретически можем получить и сдвинуть акцент в сторону воспалительного, в сторону опухолевого, доброкачественного, злокачественного процесса. Вот только с этих соображений. А основная технология это КТ. Андрей Владимирович, я могу дополнить вашу блестящую спичь. Да. Уважаемые коллеги, я абсолютно согласен с Андреем Владимировичем, потому что имею и в том числе личный опыт, когда данные магниторезонансной томографии в любых ее опциях с любыми протоколами не позволяют визуализировать то, что позволяет визуализировать мультифазное компьютерное томографическое исследование. Поэтому именно эта методика является вообще базовой и признана во всем мире как методика, которая позволяет ставить диагноз и проводить дифференциальную диагностику, имея в виду компьютерную томографию. Но при всем при этом хочу, чтобы в этой аудитории также было понятно, традиционно специалисты эндоскопического ультразвука относятся в какой-то оппозиционный лагерь, людей, которые не сильно любят, не сильно понимают, им просто чисто некогда сходить в компьютерную томографию, посмотреть, что и как. Но вот эндоскопический ультразвуковой метод исследования является следующим после компьютерной томографии, после МРТ, и именно этот метод является сейчас на самом деле экспертным, особенно если мы хотим вести речь о опухолях головки, крючковидного извините, отростка, взаимоотношений с сосудами, дифференциальной диагностики, и наконец-то взятие материала. Да, как бы мы не мудрили и не хотели привести все классификации, она очень красиво здесь показана, но тем не менее никакая химиотерапия и никакие дальнейшие правильные действия с пациентом не будут предприняты без наличия морфологического материала. Я хочу, чтобы это вы четко себе понимали. Как бы мы ни писали и ни говорили, тем не менее, ну я думаю, Андрей Владимирович, я не заблуждаюсь, потому что у нас многопрофильная больничка, а вот спасибо. Вот тем не менее, хочу, чтобы мы понимали, очень здорово, когда мы можем по одному изображению судить о морфологии, но тем не менее морфологический субстрат должен быть получен для принятия решения о судьбе больного. Подсказать хирургам, какой тип строения сосудов или резектабельно или нерезектабельно, это очень здорово, очень важно, но они не сильно хотят лезть, не понимая, что они имеют из морфологических типов опухолей. Поэтому это, конечно, очень здорово и докладно это обращает очень такое серьезное внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, кто хотел бы еще задать вопрос? Андрей Владимирович, вы каждый день строевой смотра проводите? У вас так все... А что по времени? У нас-то времени и нормально. Уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание.